Ну вот это название, да, это мой герой. Карл Эмиль Францоз, певец Черткова, который он называет в своих описаниях Барновым, Барнов, это совершенно замечательный город. Сейчас, а у меня был тут комментарий, что по подсчетам, как по сведениям, которые приводит Мейер Балабан, в Черткове к 19 веку еврейское население составляло 61 с чем-то процентов. И там была резиденция сатморского рэбя. Ну хорошо, значит, это не видно. Это его, так сказать, эпиграф. Это то, на чем Карл Эмиль Францоз, австрийский писатель, литературовед, фольклорист еврейского происхождения. И в его наследии многообразно, значительно содержатся тексты, в частности, на Воле и Отерке, на которых я остановлюсь, которые отражают в юмористическом и ироническом ключе быт и нравы обитателей восточноевропейского ареала еврейской диаспоры. отражают сложные межэтнические взаимоотношения в этом поликультурном регионе. И вот интересно, я встретила в украинской еврейской прессе сейчас определение францоза, как австрийский еврей в украинском интерьере. Вот, так сказать, может быть, довольно достаточно точно. Он учился в гимназии немецкой, Kaiserlich und Königlich, в Черновцах. И вот на Черновицкой гимназии висит вот эта памятная доска. И ему открыли памятник в его родном Черткове, который он называет Барновым, да? Это было недавно, в 2017 году. Кстати, с этим образование его имело, конечно, огромное значение. Потому что вот эта немецкая гимназия, она вообще на востоке Европы была единственной и пользовалась очень высокой репутацией. Для него это было, как он это написал, форхоф, вот как бы преддверие или переднее, или вход, или передний двор в немецкую культуру. Он был, конечно, приверженцем немецкой культуры и приверженцем Хаскалы. Однако это не значит, что он порывал со своим семейным традиционным наследием. Вот он назвал несколько томов своих этих очерков «Хальп Азен», «Полу Азия», поскольку он считал, что тут смешались совершенно разные стихики. И хотя он был приверженцем, конечно, европейской культуры, тем не менее, он очень хорошо знал и вот другую составную часть еврейства. Он постоянно приезжал на каникулы в этот Чертков, когда уже уехал оттуда учиться. Потом он учился в Вене, в Граце. Это был очень образованный человек. И человек одновременно немецкой и еврейской культурой. Он получал частное образование, он дома учил иврит. Понимаете, человек совершенно не чуждый, не посторонний, не приходящий, не смотрящий со стороны на описываемую реальность. Вот его эти «Хальп Азен» – это трехтомник очень большой. Другие его произведения, как вы видите, «От Дона к Дунаю», «От Дона до Дуная», «Мошка из Пармы». Очень интересный роман «Ein Kampf um Zrecht» – это об украинском, я не хочу сказать меньшинстве, потому что украинцы, если количественно брать, это совершенно никакое не меньшинство. Но, тем не менее, украинское население не играло, как вы знаете, первую скрипку в Австро-Венгрии. И борьбе украинского народа за, так сказать, свободу и независимость, их восстанием посвящен вот этот роман. Кстати, вот он-то и переводился на украинский язык. Вот видите, его рассказы из «Галиции», «Буковины» писал он по-немецки, и еврейскую тему он затрагивал. Очень интересный, большой, значительный роман «Шут» – «Дарпояс». И вот это вообще вся эта этническая сложность Габсбургской лоскутной империи, она отразилась и в его романах, и в его рассказах, и новеллах, повестях. Вот я остановлюсь все-таки на вот этом сборнике «Евреи из Барного», то есть «Читай из Черткова». К счастью, это произведение пользовалось огромной популярностью, было переведено там на 16 языков, в том числе и на русский. И смотрите, это переведено сразу же в XIX веке, там через пару лет после написания. Он издается и сейчас, как вы видите, это, так сказать, выбор ученых. Да, и по-английски. Причем считается, многие исследователи считают, что вот никто, никто не может сравниться с французом. Понимаете, он был и этнографом, и фольклористом, и человеком, знающим языки. Он переводил Тараса Шевченко, он переводил украинские песни. Понимаете, он был многообразно одарен, талантлив и очень активен творчески. Так, 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 пардон. Я не должна удаляться от нашей... Вот хочу вот еще гимн ему. Это Соломон Венингер писал, что этнографические произведения француза, они таковы, что никакой другой поэт немецкого языка, кроме него, не выразил поэзию этой полу или полностью варварской сферы с такой творческой силой. Рядом с ним меркнут все остальные описатели еврейской народной жизни. Конечно, сторонник просвещения Хаскалы, француз, очень критически относится к отсталости, так сказать, традиционного еврейства. При этом его критицизм и ироническая оценка распространяются и на другие, в том числе доминирующие группы региона, ну, на поляков, на арестократ. И вот избранный им язык описания или ключ обеспечивает такую ироническую дистанцию повествователя по отношению к изображаемому, к его контрастным полюсам еврейскому и христианскому, как и к взаимоотношениям этих сторон. Ну, вот я постараюсь вам показать на каких-то отдельных примерах и вот этот ключ, и отношение как к трагикомедии, какие, однако, трагикомедические явления порождают та борьба, которая именно теперь началась на Востоке, то есть борьба между национальным еврейством и культурой. Это замечательная у него повесть Шиллера в Барне. Значит, как комически представлены еврейские персонажи, которые привержены к своей традиции. Значит, в повести без надписи община еврейская отвергает вернувшегося из армии старого отставного солдата, потому что он страшный грешник. Значит, ибо в армии он долго ел христианскую пищу и страшно ругался. Он же не был виноват, ибо с тех пор, как Маковеи ушли на вечный покой, нет на свете такой армии, в которой клетки приготовлялись бы под надзором раввина. А что касается ругательств, то они в старом солдате так же естественны, как на ветвях дуба желуди. Тем не менее, значит, вернувшийся после долгой службы этот нищий солдат, он голодал так, что даже пост в Йом-Кипур не представлял для него ничего привлекательного, даже не имел интереса новизны, потому что он все время бежал. И когда старика поймали в этот день с куском колбасы в руке, это страшное прегрешение дополнило и даже превысило весь груз его преступлений. Так что если бы судьба была милосердна, она послала бы ему смерть в ту самую минуту. Но судьба редко бывает милосердна, он прожил еще долго. И поэтому на его моцели, в наказание, не сделали надписи. Это безымянная могила. Но автор, очень часто, кстати, повествователь и автор сливаются. Там очень много из личного, так сказать, опыта. И автор полагает, повествователь, что это обстоятельство мучит мертвого далеко не так, как его терзало то, что делали с ним при жизни. Другой, так сказать, эпизод, где тоже чувствуется вот эта ирония, об искателе истины сапожник Хаймли Пиннер был склонен к философии, как обычно бывает с людьми этой профессии, вследствие сидячей жизни. Но он, значит, не выходил за пределы сомнений этой основной почвы всякого исследования. Любимым его изречением было «кто знает истину?». И спекулятивным путем маленький бледный человечек справиться с этим вопросом не мог. И потому пытался разрешить его эмпирически. Он переходил из одной секты в другую. Из хасидов, мечтателей, мясногеды, их противников. Потом снова делался хасидом. Входил в сношение с караимами. Становился под знамя чудотворного раввина и садогора. Раввина и садогора обосновался именно в Черткове. Продержался целый год в кругу ашкеназов, приверженцев немецкого образования. И, наконец, обратился в каббалиста. Каббалистом он оставался долго. И так как, несмотря на это, вот тут тоже авторская ироническая реакция, изготавлявшиеся им сапоги вели себя разумно и прочно, то никто не обращал особенного внимания на его уединенные ночные занятия и глубокомысленные мистические речи. Но однажды этот хайм совершил... Его застали за страшным грехом. Он молился перед распятием. Да? И болился на священном языке. И молитва, которую он произносил, это та, которую следует произносить путнику, когда он видит восходящее солнце. И за это преступление он понес страшное наказание. Его избили до полусмерти. А приговор был такой за это. Оставить жену и детей и отправиться в Иерусалим. И никогда больше не возвратиться оттуда. По дороге же рассказывать каждое общение о своем преступлении и просить людей, чтобы они топтали его ногами и плевали ему в лицо. Это приятное путешествие, однако, не состоялось. Потому что бедный сапожник стал умирать и все. Но и перед смертью он не теряет своей пытливости и стремления найти истину. И он спрашивает рассказчика, правда ли, что и у христиан есть священное писание? И, получив утвердительный ответ, он просит достать ему эту книгу. Там были проблемы с доставанием. В общем, он успел умереть. Значит, обзор еврейского кладбища приводит повествователи к такому выводу, что читающие надгробные надписи на еврейском кладбище уже не будут искать Эдем, где живут ангелы в человеческом облике. В том случае, если они будут верить этим надписям. Ну, такие прославляющие, восхваляющие, в отличие от того, что этому Хайму или женщине, которая не обрила волосы перед свадьбой, у них мацевы безымянные. Значит, христиан, француз изображает с не меньшей иронии. Вот, например, управляющий в городе был таким, лучше которого евреи желать не могут. Правда, он был пьян с утра до вечера, но в пьяном виде он был весел. А когда он был весел, то не желал огорчать и печалить других людей. Но однажды за столом он уж особенно сильно развеселился, и после обеда его хватил удар. Очень язвительные и иронические такие характеристики сопровождают аристократических персонажей, польских помещиков. Вот в летописи семьи Старских надо было занести сегодня неслыханное до тех пор событие. Благородная отрасль этого дома дурно пообедала и весь вечер была погружена в глубокую задумчивость. То есть вот задумчивость не, значит, свойственно благородной ветви этих. Этот Старский изумлялся тому, что его избранница общается каким-то образом с евреем. Значит, что касается образованности в его родном Черткове, в бар. На примере томиков Шиллера всего пять экземпляров и в подлиннике, и в польском переводе наберется у нас в городке. Само собой разумеется, что в единственной библиотеке доминиканской ни одного. Но на это существуют основательные причины. Во-первых, Шиллер был не католик. Во-вторых, как известно, «Разбойники» – очень безнравственное произведение. В-третьих, не имеется хорошего перевода. И в-четвертых, большинство обитателей монастыря не умеют читать. Тут надо сказать, что лично француз три года учился в школе начальной при этом доминиканском монастыре. То есть он пишет еще и как инсайдер. Очень деликатно, но иронично описаны, с большим юмором, мне кажется, и любовные, и семейные отношения, всяческие романы. Вот граф Александр Радзицкий выписал из Тарнополя сочинение Шиллера, потому что интересовавшая его дама пожелала, чтобы он любил ее точь-в-точь так, как Шиллер любил Лауру. Не на капельку больше или меньше. Дама действительно интересовала его. И он повторял. Или она выйдет за меня, или я застрелюсь. И говорил это не только другим, но и единственному человеку, перед которым он не лгал. Самому себе. Ибо он был до такой степени разорен, что и запонки в рубашке не мог считать своими. И потому любил приданное графине так безумно страстно, что в истории знаменитых влюбленных вряд ли можно найти нечто подобное. Что касается этой дамы. Ее звали Ванда. Она находилась уже в почтенных летах. Правда, также и то, что за последние пять лет Ванда приобрела пять маленьких невзгод с пятью большими гусарскими офицерами. Но эти невзгоды воспитывались в Ленберге, во Львове. Офицеры находились бог весть где, при том, когда благородное сердце любит искренне, оно не обращает внимания на подобные несовершеннолетние мелочи. То есть вот граф был, значит, его сердце любило искренне. В результате Ванда вручила ему свою руку и приданное. Приданное он пустил дальше, рука осталась при нем. И теперь эти тома Шиллера гниют рядом с Казановой, которого граф тоже перестал читать. Эти мемуары находит он в настоящее время чересчур добродетельно скучными. Казанову. Другая зарисовка семейных отношений. Мягкая войлочная шляпа пана Ипполита прикрывала огромные рога, но он носил их как украшение. Для его жены, красавицы Казимиры, было счастьем, что она имела такого жалкого мужа. Ради этого ее судили гораздо снисходительнее, то есть окружающие. Значит, какое-то внимание француз, естественно, уделяет конфликтам евреев с властью. И делает это тоже без такого пафоса, без обвинительных каких-то инвектив. Вот, например. Какие последствия проистекают иногда от того, что два польских магната в одно и то же время желают быть гуманными? На четырехстах надгробных камнях обозначен на кладбище один и тот же час, да один и тот же год, один и тот же день. И все это благодаря одновременному припадку гуманности. Ну, когда пала королевская власть в Польше, которая охраняла евреев, воеводы и старости стали присваивать себе защиту евреев. Ибо эти люди были воодушевлены горячей любовью к человечеству. В Барнове была значительная и богатая община. Поэтому было великой заслугой перед Богом оказывать защиту столь многим и при том богатым людям. И вот двое старост, староста Тлусский и староста Старобарновский, одновременно приблизились к городу и одновременно заявили представителям его. Или я буду вашим защитником, или же истреблю вас до единого. Несчастные евреи оказались в положении, которое не допускало долгого размышления. Они в тот же день глубоко залезли в свои карманы и обеспечили себе защиту обоих старост. Но именно это повело их к гибели. И тот и другой староста были истинные друзья человечества. И каждый из них серьезно смотрел на принятую им на себя обязанность. Но ни один из них не доверял другому. И оба хотели испытать друг друга. Поэтому староста Старобарновский стал убивать и грабить в одном конце города, чтобы убедиться, исполнит ли его соперник свою обязанность и станет ли защищать евреев. Но, к несчастью, этот соперник предпринял тот же самый опыт в другом конце. И вследствие этого несчастного стечения обстоятельств ни один из двоих не достиг своей цели. Добрые люди редко достигают того, к чему стремятся. Значит, гуманисты и любители. И в других местах есть много могил, на которых начертан один и тот же год смерти. Так, например, того времени, когда Чарторийский охотился на евреев, потому что было мало в лесах другой дичи. То есть это такое повествование, понимаете, его... Он повествует о трагедии, об ужасах истребления еврейской общины. И тем не менее делает это вот таким трагикомическим... Так, я, кажется, исчерпала свое время. Ну, просто я как бы суммирую. Очень интересно другие замечательные совершенно рассказы. Например, «Из-за яйца». Это буквально написано под влиянием Гоголя, которого француз переводил. Это Гоголя, «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Только это на еврейском материале. Они ссорятся из-за кошерности яйца. Два. Так вот, я хочу суммирую, хочу сказать, что француз являл собой редкое сочетание. Близости к еврейской традиции и к европейской культуре. Он был человек очень просвещенный. И это позволило ему, как действительно никому другому, очень выпукло и объемно представить обе противостоящие стороны, не впадая в односторонний пафос. И при этом сохраняя такую ироническую дистанцию. Он ни с кем не отождествляется. Он дистанцируется иронически. И он отражает вот эту пеструю поликультурность Австро-Венгрии и этого региона, этой Галиции, этой Буковины, которых он знает. И у него, как и у Гоголя, главный герой – это смех. И причем, ну, я должна, конечно, справедливости ради сказать, что у него не имеет место не тотальное, а смеяние. У него есть место и для описания величия духа, силы чувств, глубины его еврейских персонажей. Так что вот человек, который находится цвишенцвейвелтен, который выступает наследником обеих традиций. Спасибо за внимание. Надеюсь, что я уложился. Да, Виктория Валентиновна, вы, конечно, уложились, потому что у нас там была техническая заминка, и, соответственно, тайминг чуть-чуть сдвинулся. Вот, поэтому все просто идеально. А, значит, теперь традиционный вопрос о вопросах. У кого есть вопросы? Да, 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 да. Да, большое спасибо. Я хотел бы тоже спросить, не спросить, к сожалению, я перестал спрашивать, я все время делаю какие-то комменты. Я думаю, что имеет смысл, может быть, сравнить Карла и Милла, француза, с Захаром Азохом. Я их вчера вместе как раз упомнил. И это тот же район. И в то же время, кажется, Азох на 12 лет старше. Карла и Милла, француза. Но у них истории, их публикации о евреях, они очень похожи. Оба очень популярны. Оба переведены на русский, на французский, на все другие языки. Почти в то же время, почти за год-два, после того, как выходят в оригинале. И это тот же район, Захар, Мазох и Зелёва. И что интересно, что один еврей, один не еврей тоже. И интересно сравнить, насколько есть вот такой юмор или такая ирония, насколько я помню, что только два рассказа, там я такого не наблюдал у Захар-Мазоха. Но вот это интересно. И в том же районе уже намного позже, несколько позже, конечно, появляется Иван Франко, который тоже собирает материалы евреев и пишет полуэтнографические и так далее. Большое спасибо, очень интересно. Действительно, поразительный юмор. В хорошем смысле. Спасибо большое. Ну да, знаете, как говорили еврейские жители, писатели этого ареала, так или иначе. Он-то вообще потом уехал в Вену, а умер он уже в Берлине и похоронен в Берлине. И тем не менее, он галлицианок. Какой-то такой. Еще один вопрос про ашкеназов. Я не уверен, что ашкеназы – это действительно такие германизирующие элементы. Ашкеназы могут быть не обязательно мяснагдем, но вот которые не приняли хасидский, в кавычках, сепардский нусах. Он употребляет ашкеназов в том смысле, что они светские и образованные. Что они не так противостоят хасидам, как Меднагдям, а что они вообще ходят в сюртуках, бритые бороды и вообще образованные люди. И кончили университеты. Вот он их называет ашкеназами. Конечно, это иронический перевод наоборот, так сказать. Да-да-да-да-да-да-да. Берлинеры, так сказать. Берлинеры. Я почему спрашиваю, потому что почти в том же районе, ближе к Венгрии, более-менее в Венгрии, ашкеназы назывались те, которые, они могут быть даже хасиды, но они не приняли вот этот седор, молитву по сепардскому нусаху. Так они говорят, они себя называли ашкенезом. Ну да. Большое спасибо. Ну да, ну сахарским нашим. Есть ли еще вопросы? Валерий Ароныч. Да, я очень хотел поблагодарить, Вик, у вас вот замечательное сообщение, потому что, кроме того, что было все интересно, это еще и такое ощущение восстановленной справедливости, потому что ужасно жалко, что этот писатель несправедливо забыт, у меня с ним роман случился по совершенно случайным причинам в средней школе, поскольку, значит, был магазин демократической книги на Невском проспекте, и там продавались книжки дешевые и очень хорошие лейпцигского издательства реклам, и можете себе представить, братская германская демократическая республика прикослала книжку на обложке, которая была написана «Дьюден фон Барнов», и был нарисован кассит вот в такой шапке, и продавался за советские, даже не скажу рубли, а копейки. – Потрясающе. – Да, и можно было вот купить и все это читать, ну, поскольку по-немецки я как-то читал. Поэтому вот как-то, так сказать, с «Молодых ногтей» это случился, этот роман. Я бы хотел продолжить, значит, реплику вот Добера, который очень правильно сделал, что сравнил француза с Захермазолхом, дело не только в том, что они земляки, дело не только в том, что они оба писатели, так сказать, этнографического толка, но они и в России жили, так сказать, если так можно выразиться, очень похожей жизнью, потому что русско-еврейская пресса, которая, ну, не имела, так сказать, достаточного количества авторов, она, прежде всего, конечно, наш главный петербургский журнал «Восход», так сказать, самый почтенный из русских, еврейских печатных изданий, он бесперечь переводил с европейских языков и два самых любимых автора, это «Француз» и «Захермазолх». Забавно, что вот «Захермазолх» был, так сказать, присяжным, ну, в переводах на русский язык, присяжным автором, в общем, такого почтенного буржуазного издания, абсолютно, так сказать, буржуазного, как «Восход». Конечно, никому в голову не приходило, что он там, значит, декадент, который пишет про какие-то, не дай бог, девиации. Наоборот, все было чрезвычайно почтенно, да? Вот. Так что, на самом деле, их судьба в русской литературе или в русско-еврейской литературе, они были очень важной частью этого литературного процесса, еврейской литературы на русском языке. Они главные, излюбленные, так сказать, авторы, да? Они в этом смысле, конечно, очень шли нога об ногу. Но между ними есть одна очень большая разница. Вот Довберг говорит о том, что, значит, вот он видит некое отличие в отсутствии такого рода, значит, иронического внутреннего комментария. Дело в том, что французу легко было иронизировать, он сам был еврей, поэтому ему, как еврею, смеяться, так сказать, над еврейскими ужимками и прыжками было, что называется, не западло. Ситуация Захер Мазоха была более сложная. Он был природный австрийский дворянин, рыцарь, довольно такой развесистый, почтенный, аристократический, родословный. И он был, вот в отличие от француза, который, как мне кажется, писатель неполитизированный, там нет никакой выраженной политической позиции, Захер Мазох был писатель совершенно точно как бы сформулированный политической повесткой. Он был либерал, такого радикального довольно толка, и, в общем, его пафос заключался в том, что гадкие польские, он вообще как бы был, он немец, он австрийец, он приехал из своей Австрии, ну не он, его родители, значит, гадкие польские помещики, землевладельцы утесняют, угнетают, кровь пьют из русинов и евреев. Поэтому его пафос, это как бы вот эти этнические группы, которые стоят внизу, так сказать, социальной пирамиды, как бы их воспеть романтически отчасти, в противовес польским землевладельцам, которые, в общем, не в обиду некоторым тут поланофилам, довольно гадкие. Это не я так думаю, это Захер Мазох так думает. И француз так думает. И француз выступает за русинов и за евреев перед этими поляками. Вообще вот эта идея русинско-еврейского союза против польского засилия на землях Галиции и Буковины в какой-то момент была вполне себе актуальной. И вот мы видим их, так сказать, да. Две вещи, которые я бы хотел добавить. Во-первых, вот эта его книжка «От Дона до Дуная». Он еще был, так сказать, журналистом. И это книжка путевых очерков о его путешествии по России. Собственно, по России, матушки. Там евреи ни при чем. Просто вот он часто приезжал в Российскую империю и как бы вот что-то такое описывал. То есть как бы путевые заметки. Такой травелок. Кроме того, он был замечательный, значит, литературовед и вовсе исследовал никакую не еврейскую литературу, а вовсе, так сказать, немецких романтиков. Свободное от основной работы время. Вот о Бюргере у него есть книга, значит, вот там. И, конечно, ужасно, жалко, что его в России начисто забыли, что его не переводят, старые переводы не переиздают, потому что он писатель в пространстве немецкой литературы совершенно незабытый. Незабытый. Он в мире незабытый. Его и на английский, и на французский переводят. Ну, вот я видел вот издание 2017 года. У меня такое ощущение, что вот эта позиция, да, полуазия, вот этот странный, этот галицийский мир, такой пестрый и красочный, знаний современного, особенно российского читателя, ну, который этим всем интересуется, есть же и такие. Конечно, эта позиция оказалась оккупирована, потому что писатели 19 века, французы и Рот, и Захер Мазохов вытеснил Рот с его маршем Радецкого, который, на самом деле, ну, примерно в тех же декорациях существует, да, и типа вот Йозеф Рот, так сказать, оккупировал место более своих предшественников, потому что мне кажется, что от француза до марша Радецкого там прочерчивается вполне, так сказать, прямая линия. Ну, все-таки Рот скорбит по поводу распада Австро-Венгрии. Да, ну, как говорится, мне удалось до этого дожить. Вот, как говорится, француз не удостоился. Дожил, да. Поэтому и не воскорбил, так сказать, предмета не было. Но сами вот эти декорации, вот эта далекая окраина, вот эта граница, австрийская граница с Русской империей, да, значит, там, не знаю, австрийские гарнизоны, еврейские шинкари, и польские помещики. Вот этот мир, конечно, он очень те же узнаваемый в этом смысле, что и в марше Радецкого. Ну, это да, декорации, да. Но у Радецкого ведь трагедия, что распалась. Конечно, конечно. Так и называется Австро-Венгрия, которую мы потеряли. Да, 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 да. Где мне плохо, там и Робина. Да, да. Ну, вот. Это рот, говорю. Да, да. Да, да. Говорил, говорил, и по курсу, по курсу. Да. Ну, вот. Но действительно здорово с его самым писателем, потому что он очень-очень хороший и важный писатель. И, кстати, то, что его Вейнберг переводил, тоже, в общем, интересный и большой автор. Ну, да. Вот. Значит, это... Очень хорошо переводил. Вейнберг, совершенно не просто архаический какой-то текст. Хороший поэт, хороший писатель, хороший переводчик. И псевдоним у него был хороший. Вы знаете, какой у него был псевдоним? Гейна из Тамбова. Гейна из Тамбова. Когда он писал сатирические стихи в Италии, у него был псевдоним Гейна из Тамбова. А Гейна из Тамбова... Продолжение следует...